Музыка Головно хочется вспомнить, как это было 30 лет назад. Я тогда работал заместительным начальником управления образования области. И первый конкурс проходил в 24-й школе. Он назывался «Учитель года». Тогда было такое положение. И то, что мы сегодня трансформированы в конкурс «Педагог года». И наряду с учителями здесь могут участвовать и педагоги дополнительного образования, и работники дошкольной системы образования. Это очень здорово, потому что мы всегда говорим о системе непрерывного образования. Из детского садика мы плавно идем в школу с определенным багажом знаний. И то, что вместе работают на вот этой соревновательной площадке и учителя, и педагоги дошкольного образования, логопеды. Это, конечно, очень важно, потому что в результате мы получаем с вами то, что мы должны сделать вместе. Даже вот когда перед нами выступают сегодня тут с Калинкой Маринка или первый номер, это результаты вашего труда, это результаты вашего воспитательно-образовательного процесса. Я не оговорился, потому что я всегда за то, чтобы все-таки мы сначала занимались воспитанием вместе и образованием. Что на первом месте, это большой спор сегодня в педагогической среде. Молодец! 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 Добро пожаловать на наш канал! Конкурс – это открытие. Любой конкурс – это определенные достижения, которые достигли педагоги в ходе своих испытаний, которые они прошли на протяжении трех дней. И поэтому я уверен, несмотря на то, какие бы результаты не были, каждый из педагогов прошел достойно этот конкурс. На мой взгляд, как участник разных конкурсов, любое участие в конкурсном движении – это в первую очередь ступенька. Ступенька в педагогической деятельности, в ходе которой кто-то посмотрел на то, что он не умел и чему-то научился, а кто-то понял, что он, возможно, лучше, чем его коллеги в каких-то моментах. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok